В своём проекте команда Эллы Емельянова сделала ставку на интегрирование зелёной зоны и жилых застроек. Новый микрорайон она видит единым комплексом без бордюров и заборов, а ещё со смотровой площадкой и колесом обозрения. Покупая обычную квартиру эконом-класса, человек попадает в нашем микрорайоне в уникальную среду. В среду, где нет машин во дворах, в среду, где есть непосредственный выход в парк через бульвар из двора, в среду, где много велодорожек, где есть пешедоступность и парковая зона, большая рекреация, в среду, где не страшно выпустить ребёнка из подъезда. Ставку на экологическую составляющую сделала и команда Олега Кайдалова. В проект внесена большая рекреационная зона под названием «Новый лес». Её пронизывает сеть пешеходных и велодорожек. Авторы предлагают оборудовать также места для скандинавской ходьбы и бега. Что касается самого жилья, в основе концепции – двор без автомобиля. Мы приняли за основу базовые методы проектирования, а именно дворы без автомобилей, вентилируемый фасад, развитая инфраструктура дворовых территорий, это детские площадки, это игровое спортивное ядро, это прозрачное ограждение и вертикальное зеленение территорий. Всего в своей презентации представили пять групп. Одни предлагали создание умного, полностью автоматизированного города, другие, делая планировку кварталов, опирались на идею сообществ. Организаторы конкурса представили авторам «Простор для творчества». Мы сегодня с вами проводим конкурс идей. Из этих идей мы возьмём лучшие. И лучшие мы реализуем на нашей территории. Это один из первых опытов на территории Белгородской области. Но он должен у нас стать постоянной практикой. Постоянная практика – это мозговой штурм, это выброс новых идей. По итогам защиты лучшие наработки решено объединить в один дизайн-проект. Именно он станет основой третьей очереди региональной программы «Новая жизнь». Напомним, проект предполагает строительство жилья для молодых специалистов и их семей по доступной цене и на льготных условиях. Елена Погорелова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.